Выходим! Выходим! Это село Качалы, которое привлекает к трассе, которое ведет из Карасения в Киев. Сейчас это село берется под контроль вооруженными силами Российской Федерации. Сначала сюда сошли силы спецназа, затем проехали танки. Здесь находилось до роты противника. Сейчас Смоленский СОБР ведет проверку села, проверяет дома. Здесь практически в каждом доме была организована огневая точка противника. Жилые дома использовались для укрепления и для ведения огня по российским войскам. Сейчас, как я и говорю, Смоленский СОБР проверяет каждый дом на улице. Ведется огонь. Видимо, кто-то сопротивляется. Продолжается проверка села Качалы. Здесь местные жители помогают открывать дома, там, где есть люди, чтобы люди не пугались. Один из местных выдвался предупреждать их о том, что сейчас будет проверка на предмет укрытия военнослужащих вооруженных сил Украины в домах и погребах. Потому что они оборудовали огневые точки в жилых домах. Пока идет проверка этого села, продолжается артиллерийский огонь. Артиллерия ВСУ бьет по окраинам села. Продолжает работать артиллерия по селу, пока здесь идет проверка. Сюда идите! Назад, назад, выходите! Выходим все! Вот в ходе проверки села был обнаружен молодой человек, который не смог пояснить, что он здесь делает. Более того, у него был найден патрон калибра 7-62. А вы здесь живете постоянно? Не, не постоянно. Я сам с Бородянки, вот, паспорт. И я приехал к этому, ну типа родня там, вот, Валя Саводка, вот, и она, там ее осколком в спину что-то побило, где-то себе потащили, я не знаю, зять и сын. А я сам с Бородянки там тоже разбил вот эту хату, вот, и, в общем, жить там нельзя. Здесь тоже жить теперь нельзя, где теперь жить? Больше я не знаю куда, вот, не знаю, ей-богу. Вот это уже знакомая тактика украинских войск, когда, уходя из села, дожидаясь пока в это село войдут российские войска, они открывают огонь из артиллерии, разрушая дома мирных граждан. Вот этот дом, в нем жил мужчина, бежавший от войны из Бородянки, там ему разбито жилье, также украинская артиллерия, где теперь ему жить, он не знает.